Пчеловодство в России сейчас существует благодаря той системе, которая была заложена в советские времена. Вот то, что от нее осталось, в том числе и кадр, на этом и базируется. Но притока молодых, ребят, молодых пчеловодов мало. Поэтому следует заключить, что в настоящее время пчеловодство в некотором смысле находится в тупике. Нет государственного финансирования, нет пчеловодской политики, статус пчеловода занижен. Недостатков в пчеловодстве столько много, что их надо решать. К чему я это все говорю? Дело в том, что в Ярославле с 12 по 18 августа собирается международная конференция, форум пчеловодов России и некоторых стран. То есть получается международный форум пчеловодов. В Ярославлю в этом году исполняется тысячу лет. И вот на этой волне, тысячелетие Ярославля, администрация, руководство Ярославля образовало такой форум. Меня на этот форум пригласили как пчеловода практика. Хотя там собираются ученые, бизнесемены, экологи, большие руководители, чтобы, видимо, решить вопрос, как выйти из этого небольшого тупичка. Я не хочу сказать падение пчел, тупичок, много нерешенных вопросов. Вот я туда еду, что меня беспокоит? Ну, во-первых, технологии пчеловодства на сегодняшний момент, как было одедовской, так и осталось. Никакого прогресса. Вот эти медогонки с ремнями, с шестернями. Ложишь туда эти рамочки, они ломаются, портятся. Ну, что это за это самое? Где-то там пергу вытащить сот невозможно. Соты подготовить к раскачке тоже ножами, скребенками. Ну, пора уже выходить на современный уровень. Поставил рамочки, их там какой-то прибор-агрегат очистил. Аккуратненько раскачал, вынул весь мед. Соты должны быть сразу сухими, не надо их не осушивать. И вот этот дедовский способ, он существует до сих пор. Соответственно, технология наша старая, себестоимость меда выходит очень дорогая. Поэтому мед в нашей стране, он как деликатес, он дорогой очень. Не весь народ, не все люди его могут употребить, потому что низкая технология. Меня вот это волнует. Следующий момент. Государство, отрасль, как пчеловодство, не финансируется. Нету ни санитарных врачей, куда можно обратиться. Нету ни сертификации меда. Я бы, например, хотел вот свой мед на сертификацию, получить отличный сертификат. И с отличным качеством меда там где-то на конкурсах, на выставках, может даже за границей. Но нет этого сертификации. Соответственно, не только я не могу свой мед оценить качество. Этим пользуются всевозможные, ну так сказать, коммерсанты. Подмешивают мед, размешают мед. Тем более сейчас вот появился инвертированный сахар. Вместо меда сахар там на крахмале, на рынок. Ну нету ни сертификации. И государство этим не занимается. Вот на эти вопросы мне бы хотелось ответить. В литературе, в теории много противоречий. И государством это никак не регулируется. Ну должен быть какой-то стандарт в теории. Плюс там региональные какие-то особенности. Ну, например, осенью пчел кормить или не кормить? Сколько кормить? Уксус давать, не давать? Вся литература, кто что хочет, то и пишет. Вот я еду на этот форум. И на многие вопросы я бы хотел получить ответ. Ну, видимо, получу, о чем я вам доложу попозже. Опять же, вот сейчас литература, фильмы выпускаются всевозможные. Такие ужасающие. Гибель пчел, слет пчел, конец света и так далее. Но я вот в Башкирии у себя общаюсь с разными пчеловодами регионов. Самарской, Ульяновской, Саратовской. Но нет у нас такой тенденции гибели пчел тем более. Есть слеты, осенние особенно есть слеты. Но они и были всегда. По крайней мере, государство. Ни статистики, ничего нет. Есть вот этот страх. Слет, телефоны, вышки и так далее. Я считаю, ни слетов, ни тем более гибели у нас. Пока, может, где-то есть они. В Америке или где-ли. Потому что это пугает немножко пчеловодов. И я хотел бы получить на этот вопрос ответ. Говоря о роли государства, нужно сказать, что в настоящее время закона пчеловодства в масштабе России нет. Поэтому часть судов, да многие суды, пчеловоды с соседями там где-то проигрывают. Их убирают. За и так это пчеловодство идёт на убыль. Вот по этим предметам. Нету закона. Есть в регионах в некоторых. У нас в Башкирии есть. Мы руководствуемся. Но в масштабе государства такого закона нет. Дальше. Сейчас вот я снял фильм. Мне многие спрашивают, советуют, какие породы пчёл лучше завести. Там и многие вопросы. Но не я этим должен заниматься. Этим должно заниматься государство. Оно должно выдать рекомендации по районированию пчёл. У нас с южных сторон, вот с Ростов, Краснодар, оттуда, как весна начинается, и южную породу, сюда вот нам среднюю полосу, а то и сюда вот Киров, выше, на север. Но не идёт она у нас, эта порода южная. Плохо зимует она, во-первых, болеют. Нужны пчёлы районированные, Кировской там, Челябинской, Пермской. Заниматься этим нужно. Вот со всеми этими противоречиями, со всеми вопросами, которые я хотел получить, я еду на форум международный в город Ярославль. Об итогах этой формы о своих болезнях, которые я вот имею, я вам потом доложу. Дело вот в чём. Тот, кто видел фильм «Девятый рота», это батальон, в нём девять рот, три батальона, полк, три полка, дивизия. Вот я был, руководил лётной подготовкой в дивизии. У меня масштаб, мышление, они немножко государственные. И вот это, о чём я говорю, даже фильм, который я создал, на моём понимании, это была необходимость. Потому что я не видел вокруг таких фильмов для начинающих пчеловодов. Не мысль, но если не я, то кто? Ну вот я решил. А раз я взял на себя ответственность, сейчас поеду на форум, я некоторые вопросы уточню, потому что я выдал, из меня спрос за них, почему так? А действительно, наука говорит, то так, то так. Более того, я хочу там выступить с этим вопросом. Противоречия в пчеловодстве. Их очень много. Вот ули даже у меня сейчас стоят на южную сторону. Некоторые учебники разрисовывают, что их надо на северную. Ули вот эти, смотрите, жёлтенькие, синенькие. Некоторые говорят, не надо красить, они не дышат. И вот с этим всё я еду разбираться, потом вам доложу. Кстати, там, ещё раз говорю, собираются крупные ведущие учёные, ассы. И несколько пчеловодов-практиков всей России и зарубежные специалисты. Ну, в том числе вот и я. Это большая честь, и я надеюсь, я её оправдаю. Спасибо.